Типа какие Олимпийские игры, у меня болят над косницей, можно я пойду домой отдохну, я не могу. Ты неизвестно, что будет, то есть у тебя жизнь просто вся перевернется. А я думаю, я ж не могу. Ну, то есть я не могла даже ногу поднять на 90 градусов вперед. У меня плохой характер, очень плохой характер, что с таким характером люди не добиваются результатов. Иногда тренеры хотят, чтобы ребенок вот здесь и сейчас, он прыгал, он тренировался, он делал. Были какие-то моменты, что ты думала, ну, все, уже нет сил? Я просто чуть не упала. И мы ругались тренером прям сильно. Я решила точно, сто процентов. Я уже давно решила для себя, что с меня не получается, все, я заканчиваю. Почувствовала какое-то отторжение от команды или от девочек? Ты что, поставила ставку на Хаимову? Потому что я понимала то, что есть люди, которые очень сильно не хотят, чтобы я попала в эту команду. Обидно, досадно, но ладно. И толкаюсь просто со всей силы, прям, ну, через боль. Нельзя было подойти и спросить? Я боялась. Всем привет, это Кирилл. Это Саргиз. Сегодня у нас в гостях олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, двукратная серебряная призерка чемпионата мира, чемпионка Европы и чемпионка универсиады Лилия Хаимова. Привет, Лилия. Всем привет. Привет, еще раз. Расскажи, пожалуйста, во сколько ты лет начала заниматься гимнастикой? Кто тебя привел в зал? Помнишь ли ты это? Конечно, помню. Меня привели родители. Сначала, так, мне было пять лет. Сначала меня привели в художественную гимнастику, потому что о существовании спортивной никто не знал. Вот. Там я прозанималась, ну, наверное, месяца два. Для меня это был ад, потому что там тянули. И очень-очень жестко. И для меня это просто, я реально мучилась. Постоянно, вот. И тогда тренер по художественной гимнастике дружила с тренером по спортивной гимнастике. И она предложила моим родителям прийти туда на просмотр. И все, они меня отвели на спортивную гимнастику. Я сразу залетела в зал вот с такими горящими глазами. На батут, наверное, да, полетела? Батута у нас не было. И поролоновых ям у нас тоже не было. Мне просто нравилось, как старшие девочки там переворачиваются, сальтухи крусят какие-то. Ну, и все. И тренер меня посмотрел и сказал, ну, приходите, как бы, на пробное занятие. Я пришла на пробное занятие, и что меня больше всего поразило, что там не тянули шпагат. Все, мне тут нравится, остаемся. Все, мне сказали там подтянуться, попрыгать, а я физически была сильной, и поэтому для меня особо каких-то проблем подтянуться, попрыгать, там, в высоту, там, еще что-то, не было никакой вообще проблемы. И поэтому, когда я вышла с тренировки, мне родители спросили, ну что, что ты выбираешь, художественную или спортивную? Выбор очевидный. Понятно. Да, там было сразу все понятно. Помнишь ли ты вот первого тренера? Как у вас в самом начале сложились взаимоотношения? Какие у вас были? Конечно, я помню своего первого тренера. Десять лет я у нее тренировалась. В самом начале все было супер, все было интересно. Я горела гимнастикой, я любила этот вид спорта по максимуму. Наверное, лет пять-шесть я занималась удовольствием, то есть лет до десяти, до одиннадцати. Потом начался переходный возраст. Бунтар, бунтарский период. Когда тренер что-то заставлял, появились страхи, появилась какая-то неуверенность, что-то еще, и на этом фоне возникало достаточно много конфликтов. Поэтому такой период был сложный, потом именно подростковый такой. К этому моменту, когда начался переломный момент, у тебя было какое-то звание, разряда или что ты делала? Не помнишь? Ну, я думаю, что у меня уже был первый взрослый разряд, я думаю. Я тогда еще готовилась на Дети Азии в 2008 году. Такой был крупный старт, международный, первый для меня. Мы так ответственно к нему готовились. Это было лето, мы тренировались там вообще с утра, до ночи в зале, спали днем, отдыхали, потом тренировались на матах. Ну, было жестко. И у меня были, ну, многие страхи появлялись в гимнастике. И мы ругались тренером прям сильно. Это были заскоки на какие-то элементы? Заскоки, это вообще, да, это мое любимое. Расскажешь? Самый-самый первый заскок у меня появился на брусьях. Это был соскок бланш назад. И то есть все нормально я делала его, без проблем. И в какой-то один период я просто делала комбинацию, сделала большой оборот, пошла в соскок и просто не отпустила руки. То есть я просто закрыла глаза и не отпустила руки. После чего мне стало страшно. И все. И потом каждый раз, когда я делала сход перед соскоком, я просто закрывала вот так глаза и сильно-сильно держалась за жертву, просто руками со всей силы. И меня потом так накидывала на жертву, так маленькие оборотики. И все. Я, короче, не могла отпустить руки. Тренер ругался, там кричала, она пыталась там как-то из меня это выбить. Но это было просто бесполезно. У меня это страх. И даже вот, ну, наверное, я лет 17 только первый раз. После этого это было лет, сколько мне было? 11. После этого, ну, вот лет через 10 я попробовала взять этот соскок. Уже будучи тренируясь в Питере. Это уже в Питере, да? Да. Слушай, а вот если вернуться назад, помнишь ли ты свои первые соревнования? Первые помню по подкачке. Это было ОФП. И тогда уже все девочки тренировались месяца два. А я тренировалась, ну, недели две, наверное. Ну, я вышла, там что-то были подтягивания, поднимание ног на шведской стенке, прыжки в длину. И я так хорошо с этим справилась. Шпагаты мне на художественной гимнастике растянули. На всю жизнь. Поэтому я сразу же выиграла ОФП. Это вот как раз то видео, да, потом было, которое ты бежишь? Мы, кстати, ставим это видео. Да, это было те самые соревнования, самые первые. Классно. А расскажи, как ты перебралась в Петербург? Ты же была до этого в Владивостоке, да? Да, мне было 15 лет. На фоне того, что, наверное, я не могла двигаться дальше на Дальнем Востоке. Не знаю, причиной было много причин. Причиной были условия тренировочные, которых у нас просто нет и до сих пор нету, к сожалению. Вот. Хоть наш тренер и старался, и мы выезжали на сборы периодически, где были батуты, поролоновые ямы, где мы что-то учили, что-то пробовали. Вот. Но каких-то дальнейших я не могла сделать шагов. То есть я достигла кандидата мастера спорта, и дальше я не могла уже ничего сделать. Были конфликты с тренером. Ну, в общем, короче, было тяжело. И в гимнастике я прямо остановилась в связи с этими заскоками. Не было условий, наверное, чтобы себя как-то преодолевать, и я не могла. То есть ты выходишь, у тебя только стандарт. То есть у тебя нет какой-то мягкой опоры, у тебя нету поролона, у тебя нет батута, и ты не можешь попробовать то, что тебе страшно. И на фоне этого у меня просто случился тупик, и я просто перестала тренироваться. Ты сама решила переехать, либо кто-то тебя подтолкнул к этому? Меня подтолкнули родители, за что я просто безгранично благодарна им, потому что если бы они не сделали этот шаг, тогда это был 2012 год, и мы сели и поговорили о том, что они меня спросили, как ты смотришь на то, если мы переберемся в более большой город, такой как Москва или Питер, и ты будешь там тренироваться и учиться. Я была в шоке. То есть, ну, я уже к тому времени не хотела заниматься гимнастикой, и я уже подумала, что всё, я, наверное, останусь глядом мастера спорта, и как бы, ну, дальше я, наверное, уже не смогу, и я уже почти что смирилась с этим. Вот, но когда родители мне это предложили, а для Дальнего Востока побывать в Москве или в Питере, это прям вау. Это, наверное, как из Москвы съездить в Америку, куда-то там в Нью-Йорке побывать, то есть это, ну, это прям действительно вау, и не каждый может себе позволить туда попасть. Хотя я ездила в Москву на соревнования, мы ездили в Пензу, чемпионат России, и, ну, опять же, это было из-за того, что родители оплачивали эти поездки. То есть если бы не родители, ничего бы этого не было. И, конечно, когда они мне предложили, я сказала, что я хочу, а потом где-то недели через две ко мне они подошли и сказали, мы едем в Питер. Я говорю, интересно, это как так? Они говорят, ну, мы едем не просто, мы едем на машине. Ну, я такая... Сколько там, 15, 20? Я говорю, ха-ха, смешная шутка на них. То есть ты не поверила просто? И всё, то есть я такая, очень смешная. Ну, то есть я подумала, что вообще это вся история с переездом, но что-то это какая-то шутка, или я не понимаю, что со мной происходит, и что родители смеются надо мной или что. Вот, и, наверное, недели две я в это не верила, пока я реально не начала осознавать, что они начали готовиться к переезду, и этот переезд на машине, то есть, чтобы вы понимали, до Питера это 11 тысяч километров. Это очень-очень много, и на семье 4 человека, и, конечно, я спустя две недели начала потихонечку это осознавать и верить в это, но это было очень тяжело принять, и в то же время очень интересно, потому что... Блин, большой город, большой город, и неизвестно, что будет, то есть у тебя жизнь просто вся перевернётся. И мы пошли на этот шаг, и летом 2012 года мы сели на машину и отправились в долгий-долгий путь, который длился две недели. Две недели? Две недели мы ехали до Санкт-Петербурга, мы ехали через всю Россию, и это было прям увлекательное путешествие, которое запомнился мне на всю жизнь. Мы снимали такие места в России, конечно, есть красивые, невероятные, которые мы, к сожалению, никогда не видим, если вот так вот просто не выйдем на эту трассу, Москва-Владивосток, и не поедем. Когда приехали в Питер, сразу нашли зал тренера? Тяжело было? Папа до этого летал в Питер и смотрел варианты, смотрел залы, куда можно пойти и где учиться, и предложили учиться в колледже Олимпийского резерва и тренироваться в центральной школе. То есть у нас были варианты либо Пушкинская школа, либо Центральная. Выбрали Центральную, потому что близко было к месту учёбы просто добираться, а Пушкин всё-таки далеко. И всё, приехали, и после этого всего. Я ещё не тренировалась, я была не особо в форме, благо у меня физическая сила была хорошая. Сестра младшая только начинала, ей было 7, то есть она там практически годик потренировалась так. И мы попали в зал как раз на Ушинского, который у нас, Калининскую школу. Это был новый зал, как раз его так построили, и, конечно, когда в него зашла, я просто чуть не упала. То есть я была реально шокирована от условий. Это было настолько круто. Это было прям красиво, это прям было вау. И всё. И тут я поняла, что всё. Теперь моему страху нет места, и можно просто всё пробовать, всё пытаться. Я загорелась таким желанием, которое у меня не было так давно. Ну, то есть это зал, да? Всё-таки зал. Это зал. Новый город. И поняла, что есть возможности. Да, многие люди, когда мы уезжали, говорили, что у меня плохой характер, очень плохой характер, что с таким характером люди не добиваются результатов, что таких, как я, там, физически способных в больших городах намного больше, и я практически буду никому не нужна. А в чём заключалась негативность твоего характера? Что именно? В чём он плохой? Я спорила с тренером всю жизнь. То есть, когда мне что-то не нравилось, я выговаривала своё мнение. Вот. И, конечно, любому тренеру, который тренирует детей, это будет неприятно, потому что у тренера есть своя система, по которой нужно работать, а тут ребёнок встаёт в позу и… Распаривает, да? Да, и оспаривает это решение. Да, и говорит то, что я сама всё знаю, как бы, я буду делать это, как я хочу. Вот и всё. И, ну, как бы, вот из-за этого. И, конечно, когда попала в Питер, да, этот зал и эти возможности, и доказать кому-то, что я не такой плохой человек и что я что-то могу добиться, вот это меня прям двигало, мне всегда хотелось доказать, что я… Ну… Чего ты стоила, да? Да. Ты доказала. Да. Нашёлся тренер, который смог усмирить твой характер? Да, сначала я попала к Тамаре Николаевне Яченко и к Виктору Николаевичу Гавриченко, вот. У них я долго тренировалась, до 2016 года, прям в центральной школе. Там тоже, на самом деле, потом я уже поняла, что не были такие шикарные условия, но для меня тогда, на тот период, это было прям шикарно. Но всё познается в сравнении. Да. Мне было немножко стыдно, потому что я ничего не умела, когда я приехала в Питер, и я втихаря приходила в страну, тренировка в 9 начиналась, и я, ну, просила родителей, там, прийти меня пораньше, если они меня на машине отвозили, я сама прыжала пораньше, и прыгала на батуте так осторожно, потому что я на батуте прыгать не умела, и мне было стыдно, если вдруг кто-то увидит. Я крученная была, да. Да, и я так вот прыгала в маленькие проживочки, потом там делала сальто в яму, и там половиночку, винтик, ну, и, в общем, восстанавливала так винты, и, ну, постепенно перешла на акробатику и так далее. То есть там на брусьях я там с анжировки, эти повороты все учила, так, знаете, как маленькие дети, там, в 5-6 лет. С махом, да, потом с махом. Да, с махом просто, ну, мне было действительно страшно, и я это делала, чтобы не видели тренеры, потому что я понимала, что мои тренеры заслужены, тренеры России, и... Некомфортно, да, было перед ними? И если они это увидят, это просто будет позорище. Это так удивительно, ты сейчас на ковре прыгаешь бланжи с винтами, а до этого, говоришь, приходилось, трап, кручивалось. Это какое стремление было? Я довольно-таки быстро, да, схватывала все, потому что у меня именно было огромное желание, то есть прям, у меня прям рвение было, вот, и... Но с ними, с Тамарой Николаевной и Светлой Николаевичем я дошла до сборной России, то есть я выезжала на сборы, я уступала уже за сборную России, вот. И потом случилось так, что я попала к другим тренерам и перешла в другую школу. Вот, кстати, момент, Лиль, я очень прекрасно помню, когда я поступил тоже в училище Олимпийского резерва, тогда, по-моему, колледж был, и мы что-то стояли в коридоре, общались, и я помню, ты говоришь, блин, у меня две грыжи, вот, врач говорит, что ну, нужно уже заканчивать, даже если там вырезать или как-то лечить, все равно они со временем, ну, возьмут свое, и я не смогу нормально заниматься, то есть это прям по словам врачей. И потом что-то через годик чемпионат России, даже меньше через год, и Лиля просто прыгает одну из самых сложнейших программ, ты там, по-моему, прыгала два бланжа, а до этого, наверное, прыгала два бланжа только Ксения Афанасьева. И я просто в шоке стою, это тот человек, который полгода назад говорил, что, ну, хочет бросить, что уже, ну, не то, чтобы руки опустить, но как бы такая, ну, вдохновения такого не было. И я, ну, я честно очень сильно удивился, и после этого я такой думаю, значит, и я могу. Ну, то есть это для меня толчок был очень хороший. Да, был период, когда у меня очень сильно заболела спина, я что-то в стройной школе тренировалась, и я прямо, от слова, совсем, я не могла, то есть даже, ну, ходить, мне стреляло очень сильно в ногу, и я приходила на тренировку, и мне тренер говорит, ну, походи по бревну, там, махи ногами, поделай. А я думаю, я ж не могу. Ну, то есть я не могла даже ногу, то есть поднять на 90 градусов вперед. Мне было очень больно, и я, ну, наверное, полгода у меня были дикие боли, мы ходили по врачам с родителями, да, и говорили, то, что грыжа, то, что нужно вырезать, то, что там непонятно, что может быть, вот, и однажды я попала потом к одному врачу, к которому я пришла, и он говорит, слушай, у тебя есть грыжа, у тебя проблемы, но ты очень сильно хочешь заниматься гимнастикой. Мне нравятся такие врачи, которые крест не стали сразу. Он мне говорит, ну, тогда иди прыгай, как только тебя скрутят, я тебя прооперирую. Я такая, а как я пойму, что, ну, что всё? Он говорит, не волнуйся, поймёшь, ты не сможешь шевелиться. Тебя принесут ко мне. Да, он говорит, тебя принесут ко мне, и я тебя, если что, прооперирую. И всё, и после этого, наверное, он мне посоветовал закачивать спину очень сильно. И я начала этим заниматься. Вот в колледже олимпийского резерву как раз-таки наши врачи этим занимались, и мне делали уколы там спину, я ходила на лечебную физкультуру, и всякое такое, и через три месяца, то есть очень сильно, когда я начала закачивать спину, прям, у меня становилось легче. Сколько тебе понадобилось времени, чтобы закачать спину? Месяца четыре, наверное, от сильных болей, прям до того, как мне начало становиться легче. Месяца три-четыре где-то так. Я сейчас... То есть ты в этот момент только качала спину, да? Я только качала, я ничего не могла делать. То есть я прям через боль качала. Я прям помню, что мне было дико больно, я просто так прям, с себя зубы, ну, именно качала спину, прям через боль. Вот, там, ну, какие-то лечения ещё параллельно было, и вот как-то вот всё вместе. То есть, ну, я не прыгала именно, ну, какую-то нагрузку такую на спину не давала, а вот именно такое, аккуратная именно закачка спины. Какие у тебя мысли были на протяжении этих четырёх месяцев? Были какие-то моменты, что ты думала, ну, всё, уже нет сил? Были, конечно. Я думаю, это у каждого спортсмена, тем более профессионального или который долго тренируется, такие мысли присутствуют, и они постоянно. Меня всегда направляли родители, ну, вот, как бы, такая поддержка была большая именно от них, потому что они мне говорили, ну, если ты закончишь, что дальше? Ну, типа, ну, болит, да, понятно, но это же всё лечится, люди не с такими, как бы, ну, травмами могли, там, вылечиться, там, где ничего супер такого не произошло, там, что ты не можешь, как бы, там, прям продолжать. То есть, давай посмотрим, давай ещё сходим к врачам, давай ещё полечимся, попробуй. То есть, ну, как бы, они мне не давали, ну, сойти с этого пути и, как бы, снять крест. Вот, и постепенно, постепенно, то есть, я пропускала соревнования, старшие тренеры наши питерские ругались на меня очень сильно, они говорили, что я много придумываю, что я преувеличиваю, но это нормально. Вот, то есть... У них любимое, что у каждого спортсмена что-то болит. Да, 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 у каждого что-то болит. Если не болит, то ты не спортсмен, либо ты мёртвый. Это я понимаю, но просто есть боль, которую ты можешь терпеть. И через которую можно работать. Да, и которую можно работать. Которую можно даже, там, если это крупный старт погасить, там, обезболивающими какими-то, да, чуть-чуть пригасить, то да. А когда эта боль уже нестерпимая, и когда ты понимаешь, ну, ты просто не можешь ходить нормально, ну, адекватно, то есть тебе стреляет вечно, у тебя там болит, и ещё что-то. И тем более, когда идёт лечение. То есть, ну, как бы лучше вылечиться, какой-то период взять времени, подлечиться и с новыми силами как бы работать. Потому что если будешь работать на больной спине, ну, далеко не уедешь. Ну, мне кажется, это ошибка большинства тренеров, что они дальше не видят. То есть, они вот видят то, что сейчас происходит ближайшее время. Да, то, что вот сейчас. Нужно сейчас работать и всё. А нужно смотреть, что ребёнок, он как бы... Однозначно. Ну, спортсмен готов тренироваться до 25, возможно, до 30 лет. Его нужно додержать, да, здорового спортсмена, а не до 20 или до 16 поставить какого-то чемпиона Европы по молодёжке, а потом он вырастает, и у него ничего нет. Да, с этим сталкивается очень много тренеров, особенно в спортивной гимнастике. Но я думаю, в многих видах спорта, в ранних таких, сталкиваются с этой проблемой. Вот, поэтому иногда тренеры хотят, чтобы ребёнок вот здесь и сейчас, он прыгал, он тренировался, он делал. У него что-то болит, да. А где-то нужно, конечно, потерпеть. Но для тренера это сложно. Конечно. Вот. И всё. Потом я восстановилась и потихонечку выступила как раз на чемпионате России, о котором ты говоришь. Кстати, помнишь, да, вот программу, какая у тебя акробатика была? Ой, я точно не помню, но помню, что я точно делала два бланжа. А ты тоже помнила. Два бланжа я помню, что я делала. Причём очень хорошо. Причём два бланжа, но именно когда восстановилась, если... Ну вот, по-моему, возможно, это даже Кубок России был. А может быть, Кубок России либо чемпионат. Потому что ты в рост прыгала его. Ну я вот прям очень хорошо помню. Да, я тогда хорошо. Я тогда два бланжа, да, я всегда так хотела. Прыгнули два бланжа, помню, что меня аж крышу сносило, когда готова зайти. Потому что я видел, на тренировках прыгали ваши девочки, и это были прям два моста. А у тебя, не скажу, что прям как у парней, да, жёсткое прямое тело. Ну я достаточно прямое тело была, да. Да, оно у тебя было, оно жёсткое, то есть. Ну, научили меня довольно-таки грамотно. Хотя я сама там чекуркалась в проволочи, то есть, ну, как бы, благодаря тренеру всё равно. Это было выучено грамотно, и по сей день, как бы, я владею тем элементом, вот. И вот тогда, когда я снова начала прыгать, когда я поняла, что я могу, что спина позволяет, тогда у меня уже начались такие большие замашки для попадания в сборную. То есть я, когда только приехала, через год я попала в сборную. То есть меня вызывали на сборы, я не была в основном в составе, но я была в резерве. Меня вызывали какой-то период на сборы, но потом перестали, ну, там, наверное, даже кажется, год, ну, максимум год. Вот. И потом меня перестали вызывать, просто перестали, как бы, без причины. Вот. И как раз вот после этого начались проблемы со спиной, и когда они прошли, у меня появилось такое огромное-огромное желание попасть в сборную. Опять же, доказать, что я хочу там быть, и, типа, почему меня оттуда, ну, как бы, подвинули. Вот. И я начала прям очень-очень много работать и пытаться попасть. И в итоге ты попала? Ну, это был очень длинный путь. Несколько лет, да, там? То есть, ну, я потратила, да. То есть у нас год-два чемпионата России, но чемпионаты, кубок. Да. На которых можно что-то показать себя для сборной России. И я прям такая думаю, так, в марте чемпионат России, с нового года я начинаю готовиться. И, ну, и прям по максимуму. То есть всё, вот, гимнастика обязательно, всё, вот, я всё сделаю, я там выйду. Вот. И такое сильное дело, упор на вольные упражнения. И приезжаю на чемпионат, вроде бы всё готово, всё супер. Какая-то сложнейшая акробатика. У меня в первой диагонали было с окрошки вен задней. Вот оно, это прям сильно. Я так всё делала, да, уверенно. И я выхожу в квалификацию, и первый диагональ делаю на четвереньки. Минус балл. Просто это первый снаряд. И, то есть, я понимаю сразу то, что я не попадаю в финал, и, типа, вообще, зачем я сюда приехала? Да, а ты именно готовила вольные. Ну, я очень сильно хотела именно лично занять, то есть, помимо команды. То есть, я, как бы, всегда команду стала на первое место, но лично мне всегда хотелось, потому что я хотела в сборную попасть. Чтобы в сборную попасть, тебе нужно лично показать какой-то результат. Именно на чемпионате России, на Кубке России, чтобы люди понимали. Вот. И, то есть, всё, у меня там опускались руки, у меня истерика, там, и это всё, как обычно. Потом, ладно, Кубок России. Думаю, ладно, сейчас вот я опять подготовлюсь, выйду и всё сделаю. И, то есть, я опять готовлюсь, и попадаю в финал. В финале, по-моему, была седьмая или восьмая. Ну, думаю, что-то не то. То есть, ну, я прям вкладываюсь в это всей душой, то есть, я прям иду к этому, и не получается. Вот. Потом опять там, ну, Кубок России обычно там в сентябре у нас было или когда-ли, в августе. Что-то такое, да. И до Нового года я опять там что-то мешкаюсь, вот мне ничего не получается, надо, наверное, сворачиваться, что-то всё не то. Я вот пытаюсь, я уже год, и там прыгаю. Но не получается. Я не могу, всё там. Вот. И родители тоже там, ну, как бы, подключались. И, ну, как бы, тут я и всю жизнь буду им, наверное, благодарна за это. Потому что, блин, если ты закончишь, ну, реально, что ты будешь делать? Лежать дома? Что ты будешь делать? Ты учишься в колледже Олимпийского резерва. Собираешься поступать в лес. Говорю, ты сейчас закончишь, ты, ну, как ты будешь там учиться, если у тебя нет результатов, как минимум. Вот. И я такая думаю, ладно, чемпионат России, всё. Всё, последний раз, всё пробую, всё, последний раз. Если не получится, то точно всё. И я вот опять так вот с головой в это окунаюсь, прям по максимуму всё. Приезжаю на чемпионат России, попадаю в финал. Причём, ну, так, достаточно близко к призовым местам. Думаю, ну, надо бороться. По-моему, кто-то ещё отказался из старших девочек и сборников. Я думаю, ну, всё. Шанс по-любому есть. Надо. Всё. Надо брать своё. Я выхожу, делаю вольные. В принципе, три диагналии хорошо, одну немножко ошиблась. И просто становлюсь четвёртой, проиграв там, ну, вообще копейки. Тысячные, да? Да. Я просто с истерикой. Просто подхожу к своему тренеру, к тренеру, который у нас был, ну, Наталья Николаевна Михайловская, которая у нас туда за Питер самая главная была. И говорю, всё, я заканчиваю. Я не могу, всё, типа, извините. Я как бы, ну, я вот выступила. А ты прямо подошла после выступлений? Да. Прям сразу же? Моментально? Да, я всё. То есть ты на эмоциях подходила? Да, то есть я прям просто на эмоциях. Я такая, всё, я не буду, я заканчиваю. Я решила точно, сто процентов. Я уже давно решила для себя, что с меня не получается, всё, я заканчиваю. Ну, типа, значит, это не моё, не судьба. Всё, сворачиваемся. Ну, мне говорят, да ты подумай хотя бы чуть-чуть, сядь, успокойся. Две недели подумай хотя бы, осознай, что ты сделала. Может быть, какие-то ошибки. А я уже, у меня уже не было сил, и я понимала, что, ну, всё. Тогда была Тамара Николаевна. Да, что-то я у Тамары Николаевны тренировалась. Я не знаю, где я нашла силы ещё на один раз. Это был четвёртый. Тоже родители, да, наверное, подтолкнули, всё-таки. Ну, они, да, но я и сама, как бы, я тоже села, я думаю, блин, мне всегда было интересно вот этот вот, знаешь, бой с самой собой. Ну, типа, преодоление себя. А может, ещё раз? А смогу я или нет? Ну, даже всё время брала себя на слабо как будто бы, сама себя. То есть вот просто, блин, о чём мне слабо всё-таки, да? Вот я такая, да, слабо сейчас вот возьму и сдамся. И всё, то есть как бы, и опять я вот взяла на такой, на слабо, можно сказать. Опять я начала готовиться, но я уже, честно говоря, ни о чём не думала. Я уже просто начала готовиться. Я подготовила программу, думаю, ладно, главное сделать просто хорошо, достойно, и всё. У меня ещё, мы поехали в Пензу готовиться перед Россией. У меня так сильно болели надкосницы. По-моему, мы тогда вместе у нас был сбор, нет? По-моему, красиво. Может быть, кстати. Да, по-моему, да. И тоже, я уже там не могла прыгать перед соревнованием, у меня так сильно воспалились ноги, что я там вообще уже, и не обезболившись, уже ничего не помогало. В общем, я выступила за команду, всё, как бы, всё было хорошо, попала в финал на вольные. И тут мне выходить на вольные, и я понимаю, что, ну, как бы, я уже не могу ходить. У меня надкосницы настолько болят, что, ну, я просто, я вышла, у нас была разминка, нам сделали. И я разбегаюсь и делаю рандат, потом так делаю шаг один назад. То есть я, ну, просто не в диагнале собралась делать, там, бежать двойное сальто, я просто делаю один рандат, останавливаюсь, так ухожу в куврок назад и просто спрыгиваю с помоста, и всё, типа, и стою под помостом просто в каких-то непонятках. Чё делать, как вы спрашиваете? Да, я не понимаю, ко мне подходит тренер, говорит, снимайся, ну, если ты не можешь, ну, типа, чё ты, чё ты, давай подойдём, сейчас снимемся, ну, как бы, потому что, может, там кто-то запасной встанет или ещё как-то. А я стою и не могу сказать нет. А я понимаю, что я не могу прыгать. Ты уже один раз подобралась к призовым местам, уже сложно отступить. Да, и тут, ну, как бы, я не думала, честно говоря, о призовых местах, но я на тот момент думала просто как, что мне делать, потому что у меня ситуация такая, я не могу сказать тренеру нет и типа пойти отказаться, я никогда в жизни не отказываюсь от соревнований, и тут подойти и отказаться. И при этом у меня так сильно болит, что я реально не могу. Ну, типа, просто реально. А что делать? И я стою и просто... Выдите станцевать. У меня такой тупик, и вот этот тупик продолжается до того, Пока я, ну, я выхожу на помост Я стою, я думаю, зачем я сюда вышла Я же не могу Я стою, то есть я просто мажу руки Я понимаю, что меня сейчас вот 30 секунд Меня, ну, просто меня сейчас вызовут Там уже выставили оценку предыдущей девочки Я думаю, так, сейчас сойти с помоста или что Думаю, ладно, начну, музыка начнется Если что, уйду сразу Ну, видите, ну, не начну делать водичку Я стою, и меня вызывает Начинается время 30 секунд Я стою, и так думаю, блин, блин, что делать Что же мне делать И у меня вот такая вот суета У меня такая суета в голове Я не понимаю, что мне делать Потому что мне стоять больно, ну, реально Я не размялась Я, ну, мне вообще Я думаю, блин, капец какой-то Поднимаю эту руку Вот это все происходит Ну, там буквально в секунду, наверное, в пять Я вот это все думаю Начинаю, стою в движении Начинается музыка Я думаю, ладно, сделаю водичку Делаю эту водичку Встаю перед первой диагонали Ну, просто стою вот так вот, смотрю На нее, мне надо бежать Ну, музыка-то идет, стоять же нельзя Какая связка была первая? Вабланжа Я бегу С места, да, без размин? Да я понимаю то, что мне больно бежать Я думаю, ладно, если что Остановлюсь, ну, там, на фляге Я начинаю бежать Делаю рунда от фляг Просто закрываясь со всей силы глаза И толкаюсь просто со всей силы Прям, ну, через боль И приземляюсь вабланжа И у меня там, ну, движения Там какие-то, буквально там Секунд, наверное, пять музыки И я понимаю то, что у меня темнеет в глазах Ну, от боли У меня просто темнеет У меня прям чернота в глазах Я так начинаю моргать Ну, я не знаю Это как бы по видео незаметно Но я прям помню, что я начинаю моргать Потому что я не вижу ничего У меня звездочки У меня темнота в глазах От боли И у меня прям все свело там внутри Как-то, я не знаю Я думаю, так, ну, если я первый Можно же и второй попробовать Думала, там после второй диагнали Побольше музыки Может, там, ну, полегче будет Думала, сейчас, ладно Второй диагнали Ну, прыгну, если что, уйду Там, да, согнушись было? Там было, по-моему, нет Не вин задний Знаешь, что там было? Вин задний согнувшись Вин задний глом был Я делал вин задний глом Ну, и меня, как бы, там ставят в доскок Ну, то есть, ну, я вообще об этом не думаю Я вообще не думаю об акватики Я начинаю делать водичку Мне больно шагать Я там что-то танцую Ну, это боль такая еще терпимая Знаешь, когда шагаешь И, ну, прям уже прям понимаешь Что наступает, мне больно Думаю, если я бы сделала видео Гнали бы, ну, может быть, третью попробовать Ну, не смогу Ну, так не смогу Упаду, ну, реально закончу Там сяду А третья что прыгала? Ой, я не помню, честно говоря Мне кажется, двойное сальто просто было Я думаю, ладно Я там с одной ноги так чуть-чуть И приземляюсь И я, главное, не думаю вообще Потом, как исполнять эту акробатику Ну, видимо, уже автомат какой-то включился Меня просто ставят в доскок И до меня допирает Что я три диагонали Приземлилась очень хорошо Как я никогда не приземлялась И я понимаю, что мне остается одна диагональ Причем, ну, сложная И я понимаю, что если я ее сделаю хорошо То у меня реально есть шанс побороться за места Под конец включилась И я такая думаю, так, ну, ну, все Ну, последний, ну, Лина, просто вытерпи Просто вытерпи последний диагональ Один раз, и все Просто разбегись один раз Все, это там три секунды Пожалуйста, потерпи И я вот просто стою такая Ну, все, пожалуйста, давай, ты сможешь И я уже вот, ну, на таком Просто через боль Я бегу и делаю допустимую диагональ Приземляюсь в доскок Уже не могу стоять У меня там концовка на одной ноге Я уже там подпрыгиваю Чуть-чуть потом, что у меня уже просто такая боль Я заканчиваю эти вольные И я понимаю, что я сделала хорошо Я так аккуратненько ухожу Чтобы, ну, не хромать Чтобы виду не показывать Спрыгиваю с помоста И просто в таком шоке Стою, ну, не понимаю, что я сделаю И мне просто выводят оценку И я понимаю, что я первая И я типа просто стою После тебя кто-то еще выступал? Кто-то, кто-то выступал Но на табло тогда мне уже показали Что первые Там еще осталось пару девочек Но мне оценку поставили очень высокую И я понимала, что, типа, я по-любому в тройке Но на табло я вижу первое место И у меня просто вот такие вот глаза Там по пять копеек просто таких Я думаю, капец Ну и все И, в общем, заканчивается выступление Я не знаю, у меня болят надкосницы Я, ну, как бы не могу стоять Я там уже сидела просто У меня все ноет Все ноги там, не знаю, взрываются И все, я становлюсь первая Это был самый счастливый день, мне кажется, в моей жизни Вот представляете, каким трудом завоевывается Вот это золото Просто жесть Это прям жесть была И тогда девочки готовились к Олимпийским играм в Рио И мне говорят А там Рио-де-Жанейро было через Через три недели, по-моему, или через две И мне говорят Ты едешь на один день домой И потом на сбор Типа, ты будешь готовиться с девочками Как бы, как запасная на Олимпийские игры У меня вообще такие вот шары Я думаю, что? Какие Олимпийские игры Типа, какие Олимпийские игры У меня болят надкосницы Можно я пойду домой отдохну? Я не могу Типа, я так все это время рвалась на Ну, сборную, на Озеро Круглое И тут мне говорят ехать Я думаю, как я поеду А ты просто уже убитая такая А я просто не могу У меня все болит Я, в общем, два дня там была дома Приехала на этот сбор Какими-то, я не знаю С сумасшедшими болями Там с обезболивающими Я, ну, прыгала Как бы, скажем так Для массовки была чуть-чуть Когда все готовились к Олимпийским играм То есть, ну, там нагрузка, понимаете Какая перед Олимпийскими играми То есть, все готовятся Я тут два года не была в сборной И тут приезжаю И тут сразу Девочки к Олимпийским играм готовятся И я тут должна как бы прыгать И не должна быть, ну, как бы, хуже Ты почувствовала какое-то отторжение от команды Или от девочек? Нет, абсолютно Или наоборот Приняли тепло Даже Вообще хорошо На самом деле все были просто заняты Этой подготовкой Не было, да, времени И как-то Не было какой-то такой конкуренции Потому что у девочек уже была определена В принципе, команда Кто едет И, ну, я, в принципе, не претендовала Хотя Старший тренер сборной Ну, давала такое интервью Что, возможно, Ахаиму поедет запасной Но для меня это было что-то, наверное, Недостижимое такое И я прыгала и думала Как побыстрее бы Все бы это закончилось Чтобы я отдохнула Потому что у меня дико болели ноги И я устала Вот И в итоге я эту подготовку выдержала Это, ну, такой был период Сложный Все И поехала домой Смотрела Мы поехали на сбор, по-моему, от Питера тогда В Италию Да Как раз таки Смотрели девочек Олимпийские игры Вот И так И я еще такая думаю Блин, как же круто Я была вот на подготовке Интересно смотреть на девочек Когда ты видел подготовку Ты видел, как они готовились Какие у них трудности там были И потом, как они выступают И ты все это смотришь Наблюдаешь Было очень интересно И вот Тогда я, наверное, загорел Для желания Двигаться дальше То есть На тот момент Ну, я как бы была мастером спорта И я думаю, блин Я бы хотела бы Там Международника Да, там Или там Спать на крупных стартах Это так круто Это прям вообще вау То есть Ну, прям вот так вот А потом девочки Приехали с Олимпийских игр И у них был сбор На Майорке И меня приглашают На этот сбор Ну, это на море То есть там Как бы Испания Испания Я думаю, вау Вау, Испания Вот И То есть, как бы Я думаю, блин Все, надо ехать По-любому Желание такое еще было И Мой тренер Тамара Николаевна Она сказала, что она не хочет ехать На сборный этот В Испанию Как можно открыть За сбор в Испанию Я, честно говоря, не помню Какие были причины Но Она всегда говорила, что Можно тренироваться Дома Дома Как бы, да И двигаться Потому что у них до этого были девочки Тоже И призеры Олимпийских игр Которые готовились Дома Потом приезжали там на сбор Себя показывали Там где-то на контрольных тренировках И ехали там в чемпионат мира Но это было в СССР И это было давно Другая гимнастика совершенно Да И я на тот момент понимала, что Для того, чтобы выезжать на крупный старт Я должна быть сборной И должна тренироваться на круглом Я должна там быть постоянно Как это Ну, как и девочки остальные И я это понимала И Она отказалась от сбора И мне было очень так обидно Потому что я к этому очень долго шла И она мне сказала Если ты хочешь еть И Я позвонила и сказала, что Я приеду одна Вот И тогда она попросила посмотреть Присмотреть за мной Киришова Вера Осина и Александр Васильевича И я поехала на сбор У них поехали девочки Две маленькие Они что-то, правда, были в молодежной команде Но уже в основной готовились И все Я поехала с ними Как бы третий там Рядышком с ними А с кем они? С Леной, да? С Леной, да? С Леной и Лерой Сайфульной была Вот И Как раз я поехала Все с ними на сбор И Вера Осина С Александром Васильевичем За мной присматривали Тренировали меня И вот Все вот это пошло Вот Вообще Сбор был шикарный В Испании Мне так понравилось все Хорошее воспоминание Да Так сбора восстановилась? Тогда уже отдохнула? Ну, мне уже было полегче Потому что я ездила от Питера отдыхать И В Италии отдыхали А потом еще сразу в Испанию Да То есть И мне как-то нормально отошло То есть Пока Олимпийские игры были Они туда же еще ездили заранее То есть там Они месяц где-то были в Бразилии Поэтому Прошло, наверное, месяца два И поэтому у меня как бы все отошло И я, в принципе, была готова работать И с таким интересом С таким желанием Вот И поэтому меня подхватили Эти тренеры Вот, кстати, о переходе От Тамары Николаевны к Киришовым То есть Насколько я помню Что Тамара Николаевна Не хотела с тобой ездить Да, на сборы То есть Она не могла Ввиду каких-то обстоятельств Да И Вера Осиповна В основном Там с Александром Васильевичем Тебя тренировали И на круглом Да А потом уже Да У них были девочки Ну, Лена и Лера И они их тренировали на круглом И поэтому Как-то Тамара Николаевна говорит Ну, я как бы Ну, не хочу ехать Давай, как бы У нас тоже с ней были Некие конфликты Но на тот момент Как бы их не было Но до этого Когда мы сталкивались Ну, с ней ездили на сборы Было тяжело То есть Иногда у нас были разногласия То есть Как бы Ввиду того, что там были Другие специалисты На других снарядах А Тренеры многие любят Когда слушают только их Ну, как бы Ну, это правильно Но Мне тогда горели глаза И мне хотелось слушать всех Всех подряд Мне хотелось слушать И брать от каждого лучше Впитывать все И на этом фоне У нас возникали конфликты То есть Почему как бы Я как-то Ну, держу как будто бы Всех наравне Знаешь И специалистов Сборной команды Потому что для меня Сборная-то была вау И вроде бы и тренер И я как бы И не могу То есть Ну, кому-то развернуться И я пыталась везде А часто было, что Тренеры сами себе противоречили Ну, некоторые там По технике Либо почему-то еще Да, конечно Много было И я не знала То есть Как правильно делать И кого слушать Я, наверное, брала то Что больше нравилось мне То есть Ну, что мне было Больше по душе Вот Может быть, это и неправильно И где-то нужно больше Своего тренера слушать Но мне тогда было Так интересно И поэтому я Ну, слушала всех подряд Наверное, это было Не совсем правильно С моей стороны Вот И на этом фоне Тоже возникали конфликты И как бы Тамара Николаевна Не то, что она не хотела Прямо со мной работать Но ей было тяжело Со мной работать Вот И тем более Они как бы такой Больше старой закалки И как бы Ну, можно дома А дома как бы Не было таких условий Дома не было поролоновых ям Там, ну, как бы Все равно То есть они как бы Были мягкие опоры Но какие-то сложные прыжки Для уровня Там, для мирового уровня Учить Ну, то есть Ну, я не могла Там, по-моему, у вас разбег Из другого зала был Нет? У нас и разбег был Из другого зала У нас был двухэтажный зал Там прыжок Мы бежали по ковру Ну, то есть Опять же Неполный разбег Приземление С одной стороны Окно в метре Сзади стена Ну, то есть Как бы Справа брусья стоят Это сразу Для четкого приземления Что было? Да Как бы Ну, учить какие-то элементы Ну, для меня Как бы страх Быть споролоновой ямы Еще с детства И как бы С этими еще там Загонами Периодическими Я боролась Вот И да И поэтому Я соглашалась Ездить на сбор И Тамара Николаевна Просила Веройс Ну, с Александром Васильевичем Чтобы они присматривали Они за мной присматривали И потом Тогда присматривали Что как бы Я попала на чемпионат Европы Вот Да, присматривались Да То есть Ну, как бы Они У меня Были ли у тренеров Какие-то разногласия По поводу Того, что Они тебе подготовили А Тамара Николаевна Может быть Переживала По этому поводу Каких-то конфликтов Не было Но Я столкнулась С такой ситуацией То, что Мне было трудно Потому что Я как бы Неделю тренировалась дома Три недели Я была на сборах С Вера Осини И сам Васильевичем И То есть Как бы Я не понимала У кого я То есть Я числила в состральной школе Но вроде бы Я там как бы Тренировалась там Ну Шесть дней в месяц А все остальное Ставшуюся часть Я тренировалась с ними И когда я попала На чемпионат Европы Я столкнулась С этой ситуацией Что мне стало обидно За Киришовых Которые Со мной Очень много работают С которыми я прибавила С которыми я смогла Попасть на чемпионат Европы Которым тоже И там Ну, прошло года два С момента Прошло, как я попала На чемпионат Европы Все они эти два года Меня тренировали И мне стало обидно За них То, что Как бы Я не числюсь Их спортсменом Вроде бы Как бы еду на чемпионат Европы Но это такое Как бы было Ну, странно Для меня было И Тогда я Поняла, что надо Переходить к ним Уже официально Переводиться В другую школу Почему-то с этим Тоже были проблемы Но это уже Как бы не от меня зависело Наверное Ну, как Но в целом У нас в Питере С переходами Очень большие проблемы И тренеры между собой И федерации как-то тоже Против этого всего Но мои тренеры Как бы не ругались Тут Как бы И Тамара Николаевна Так как ей поступали Деньги какие-то Она и делилась Свероочной То есть Ну, как бы Они смогли договориться Какой-то период Пока я вот Ну, не могла перевестись Официально Да, то есть Как бы В пушкинскую школу И Деньги, которые Там чемпионат Европы был Они как бы Ну, делили между собой Я сейчас не помню Там как было Но Помню, что делили То есть как бы Ну, то есть в целом Конфликта какого-то Тут как бы Спасибо именно им обоим За то, что они Как бы обе Они не рвутся за деньгами То есть Ну, как бы Они там Себе не присобачивают Как бы за результаты спортсменов Вот И поэтому Как бы Тут я им благодарна И Конечно Тогда я очень сильно хотела Чтобы Веройсина уже была Официально моим тренером Потому что я как бы С ней Большую часть времени провожу И это постоянный сбор И Я понимаю, что я уже полностью Как бы Перешла к ней И она меня уже изучила За два года Как бы Поэтому Тоже Но мы с ней тоже Тяжело, я скажу Так сходились Характерами По поводу зарплаты Вот многие тренеры Работают, чтобы заработать Вот Про твоих тренеров Это совершенно другой Иной случай Вот Как думаешь Что ими движет То есть это Действительно результат Да, наверное Они только ради этого работают Для них деньги Это вообще не важно И для Веройсина То есть как бы Я знаю То, что для нее С Лесом Васильевичем Всегда было самое важное Именно вот результат Вот этот То есть для них Счастье Для них Они получают для себя Ну они не видят Что они не зря Вкладываются в человека Когда они видят Что их ребенок Там стоит на пьедестале На мировом уровне Да, там Чемпионат Европы Чемпионат мира Вот для них Это самое важное Самое важное Показать результат Самое важное Выйти достойно Показать какую-то Может быть Оригинальную программу Ну как-то удивить мир То есть Их всегда Вот это двигало То есть Деньги И я как-то так Воспитанна была Родителями Что для меня Деньги Было не важно Ну я долгий период Времени не получала Деньги Ну и сборная тоже Уже когда Веройсина уже Подошла И она сказала Вот кстати По поводу зарплаты От сборной города Тоже Я помню С тобой общались Ты по-моему Тогда был локдаун Да И ты не выступил На чемпионате города И тебя сняли с зарплаты Когда Это между 2020 год Да Да Вот прям Как раз таки Ты стоял уже На подготовке К олимпиаде И А до этого Ты еще там За пару недель Приехала Там с чемпионата мира Да Или когда Вот Да С чемпионата мира Ты приехала Случилось так То что И тебе должны были Выписать премию И никто Ничего не сделал Кстати После первого Чемпионата мира Питер Выписывал премию Все было хорошо В 2019 Чемпионат мира Со второго Когда я вернулась Мы свернулись На такие подули Мы знали Что должна быть премия Потому что Серебро на чемпионате мира Всегда поощряется И мы очень долго ждали Честно говоря Эту премию Нам говорили Ну заплатим Заплатим Ну пришло наверное Месяца 3-4 Ну как бы Я звонила Говорю Извините Мне тоже неловко Как бы деньги просить Но я понимаю Чемпионат мира Серебряная медаль Мне бы хотелось Естественно От города Какую-то поддержку И тренеру тоже Мы же не просто так работаем Мы выступаем Из-за Питера Из-за института Из-за России Из-за всех И я говорю Извините Будет там что-то Не будет Они говорят А вам пришло все Я говорю Да Какого числа Она говорит Ну там такого-то Такого-то Ну я захожу В Сбербанк Смотрю Поступление 20 тысяч рублей Думаю Чемпионат мира Думаю странно Думаю Не может быть Потому что за 2018 год Мне платили как бы больше Можете ли ты озвучить Эту сумму Блин Я вот сто процентов Не помню Но мне кажется Тысяч сто Наверное Было Где-то Ну может плюс-минус Ну плюс точно нет Но может быть Чуть-чуть поменьше Но около этого Я помню что Ну хорошая сумма была Ну не двадцать точно Да Я смотрю Думаю Не может быть Ну я думаю Ладно Перезвоню Перезвоню женщине Ну которые в спортком Дети работают Я говорю Извините А мне пришло Двадцать тысяч А нет Я говорю А какая сумма Должна прийти Она говорит Что-то там Двадцать тысяч рублей Едко А тренер Сколько должна прийти Она говорит Восемнадцать Там с чем-то Ядко Спасибо До свидания Типа Я просто звоню Тренеру Я говорю Ну вы видите Какую-то сумму Она говорит Ну да Там восемнадцать Там семьсот Я такая Ну вот В общем-то Это премия За чемпионат мира А так Ну понятно Ну как бы ладно Ну то есть Была такая ситуация Обидно Досадно Ну ладно Ну это как бы ладно Честно говоря Тогда Ну думаю ладно Вот Ситуация была Потом когда Олимпийские игры Перенесли уже С 2020 года На 2021 Я уже тогда понимала Что я могу готовиться В 2020 году Случилась эта ситуация С коронавирусом У нас не было сборов Потом они начались Там Ну в общем И девчонки питерские Которые тренировались в Питере Поехали на чемпионат России Нам запретили ехать На чемпионат России Так как В случае Ну там Чтоб мы не заразились То есть Вся сборная команда Осталась тренироваться На круглом Нам провели там Свои соревнования Какие-то Ну в общем такое Да И поэтому Все остались на круглом И девчонки поехали То есть Не было сборников И Они молодцы Не выиграли Золотую медаль Все как бы Все очень круто И Их тогда очень сильно Поощрил город И то есть Им были премии Ну как бы Не 20 тысяч Как за чемпионат мира Да Побольше Да Побольше Раза в два Вот И поэтому У меня случилось так То, что в 20-й год Последний день Уже полгода Был карантин Потом Когда состоялся Чемпионат России Я не смогла выступить Соснования как бы Закончились И у меня нет результата Вот И когда я пришла В спорткомитет Подавать документы Вместе со своей сестрой С младшей Которая там Выиграла прыжок На первенстве России И мне сказали Извини Как бы мы твоей сестре Будем платить Зарплату А тебе как бы Ну извини У тебя нет результата Хотя я тогда стояла уже Оставалось Где-то месяцев Наверное 7-8 До Олимпийских игр И я стояла На этой подготовке И как бы Ну обычно И в сборной России Как минимум Ну как бы Я как минимум В сборной России Да И я поехала Не потому что Я там не захотела Уступать Или там Неудачно успела У меня нет результата Вот То есть я как бы Знаю то что Многие регионы Как бы пошли на встречу С своим спортсменом И продлили им Там зарплату За чемпионат мира Ну как бы Потому что Ну в связи с карантином Как бы мы не смогли Уступить Так как мы в сборной России Они пошли на встречу Они пошли на встречу Да Сан-Петербург Ну как бы Это все официально Поэтому как бы Я не могу Какие-то претензии предъявлять Это все официально Это бухгалтерия И они как бы Ну не имеют права Меня ставить зарплату Если у меня нет результата Ну как бы все Ну они бы Если захотели Вы поставили Ну Блин Я не знаю Мне сложно говорить Мне легко Я как бы Ну не знаю Всех тонкостей И какие там Можно Поэтому я Ну как бы Ну окей То есть я просто Это приняла Ну я всегда так принимала Для меня Деньги не самое важное Было Ну конечно мне хотелось Но Все равно это было Не на первом плане То есть ты просто понимала Что ты готовишься к олимпиаде А это то что Не будете смущаться Я понимала то Что я без зарплаты Но Хорошо у меня был Другой доход просто Со сборной команды И нам продлили Президентскую стипендию За чемпионат мира То есть это Министерство спорта Поэтому как бы Тут государство поддержало И поэтому Какие-то поднимать конфликты Там И что-то там выбивать Я не хотела Просто не тратить силы Как происходила Подготовка к олимпиаде Ну и вообще Как ты узнала Что Попадешь на олимпиаду Там вроде бы Даже скрывали Какое-то время составы Три девочки Из команды У нас четыре человека Три девочки Уже были определены На чемпионате Европы Весной То есть Олимпиада летом То есть они были Месяца за три Уже определены Точно кто едет Так как они выступили На чемпионате Европы Я на чемпионат Европы Не попала Потому что Перед чемпионатом Европы Был чемпионат России На котором я получила травму И не смогла выступить В финале И То есть я там Ну какой-то период там Дней Это голеностоп, да, был? Да У меня голеностоп превратилась В такая вот шишка Вот И поэтому Я не могла Нормально готовиться Но я На сборе уже Когда именно была Сама подготовка Перед чемпионатом Европы Там последний месяц Ну как бы Я работала много И я была как бы Ну на уровне готовности Как и девчонки Но меня не взяли Ну как бы По спортивному принципу Извини У тебя на чемпионате России Не было результатов Как бы Ну Извини Там как бы Есть другие претенденты Вот Я не попала на чемпионат Европы Это тоже был такой Сложный период для меня Потому что Как-то долго после Ну в связи с коронавирусом Очень долго не было соревнований Там ну Почти полтора года Я вообще не выступала И Чемпионат России не задался Там два дня я выступила Получила травму И думаю Что-то все не то Как бы олимпийские игры Там через три месяца Я что-то как-то и не выступила И Ну все как-то не так Вот Ну верося мне тогда там Сразу Все сказала Что я Себя представляю Что все не так Что надо работать В три раза больше Чем тебе кажется Что ты можешь То есть Тогда у тебя Как бы будет шанс Попасть на олимпийские игры Вот И Тогда как раз Случился такой Наверное Сложный период Ну еще перед этим С уходом из жизни Александра Васильевича И как-то так все Мрачно было Тяжело И Александр Васильевич Меня всегда так подбадривал И когда его не стало Конечно Этого стало не хватать И Ну Его не стало не хватать и мне И Больше части Наверное Вера Осиной Потому что они всю жизнь вместе И какой-то поддержки Да Как бы ей Ну как бы не было Такого близкого человека И тогда Ей было очень тяжело Мне кажется Принять решение Бросить всех Оставить все Там как бы Ну семью Там все равно У нее дети У нее девочки У нее маленькая девочка Которая Ну тоже подает надежды Там Амира Амира Ну как бы Все равно У нас У нас шесть человек Извините меня В команде Ну только у нее У одного тренера Ей нужно было Всех поднимать И тут вроде бы Стал такой вопрос Когда Олимпийские игры И Ей вроде как Нужно было бросать всех Ради меня одной То есть поставить Грубо говоря На меня Все Как многие говорили Ты что поставила Ставку на Хаимову Она говорит Я не ставлю ставки Типа на спортсменов Это Это не тренерская работа И Я Честно говоря Не знаю Что ее сподвигло Но Она приняла решение Что Она оставляет всех И едет со мной на сборы То есть эти сборы То есть это было Месяца три наверное Точно То есть мы должны были Сидеть на озере круглом То есть без вылазных Без вылазных Да И Как бы все И она приняла Это решение За что я ее Очень сильно благодарна Потому что Ну как бы Без нее я бы Ну просто Ничего бы не смогла сделать Вот И В связи с такой сложной ситуацией Я не представляю Как ей было тяжело У нас состоялась Эта длительная подготовка Такая очень серьезная То есть Кубку России сначала Кубок России прошел Ну Нормально Не прям вау Я была готова лучше Но я вступала на таком Знаешь это были Отборочные соревнования Олимпийские игры Как нам сказали Поначалу И я так к этому подходила Очень ответственно И очень волнительно Потому что я понимала Что если я сейчас Ну что-то случится То как бы Вариантов там уже Просто не останется попадать Тем более ты понимаешь Что Вера Особенно оставила всех Да И я понимаю На мне ответственность И Все как-то в кучу И Я думаю Нет надо Все Тут уже как бы Без вариантов То есть надо выступать И когда ты Ну в такой держишь себя Понимаешь Что тебе нельзя ошибаться Это ну так тяжеловато Психологически Вот И К счастью На Кубке России Я смогла выступить хорошо Для меня была цель Попасть в четверку Многоборок Потому что на Олимпиаду Добирались только По многоборью И я смогла попасть В эту четверку Многоборок Лучшую четверку Которая добралась На Олимпийские игры Вот И Я была очень рада Конечно На этом безумно Что я попала Ну как бы По спортивному принципу Как бы я попала В эту четверку И все Вот И дальше мы отправились На сборы Озеро Круглое Где у нас было 6 контрольных тренировок За 4 недели То есть за месяц Ну то есть Это плотно Ну это первую неделю Мы как-то так спокойно После кубка И потом 3 недели У нас было В каждой неделе По 2 контрольной И тогда как бы Ну ходили слухи Что Ну как бы Я не особо там Ну как бы Я стою Вот четвертое Пятое место у меня То есть там Кубок России Не был каким-то Суперпоказателем Что все точно Я в команде Такого не было И вот эта вот Подготовка началась Такая самая А ты можешь Рассказать про подготовку Вот я думаю Будет многим интересно Да и нам тоже Какой график был И Может быть Объяснить Про контрольные тренировки График был Ну у нас было Две тренировки Первая была С 9 до Это без зарядки Без зарядки Да У нас давно На самом деле Не было зарядки Как-то Отменили ее В системе И это Так прекрасно Потому что Когда были зарядки Это Ну трудно Когда ты стоишь У вас тоже в 6.45 Была У нас было в 7.30 Но это же Надо было встать раньше Вот И мы там шли В общем по улице По темноте По холоду Там в этот зал Да Подкачка с утра Круг на ноги Да-да-да Вот это вот все Комбинации На бревне Там На зарядке Да Мы делали Там Была Марина Васильевна У нас была Булашенко Которая у нас Все равно Давайте Ну это было Как бы Тогда Давно Еще Давно В 2014 В 2014 В 2015 Вот И Все И началась Эта подготовка У нас было Две тренировки Да Первая С 9 до часу Вторая С 4 до Ну до 6 до 7 Вот Я стою на бревне Комбинацию Просто на тренировке Я не могу допустить ошибку Потому что если старший тренер Если я буду падать Скажут Что она валяется Надо ее Домой отправить То есть Ну как бы В постоянном напряжении Да И Вера Осина мне говорила Ты Ты должна себя держать Под контролем Ты должна контролировать Каждый подход Абсолютно каждый подход А мы иногда Ну как бы Мы же не контролируем Каждый подход Потому что у нас уже Ну автомат За столько лет Там 19 лет я в гимнастике И многие вещи Как бы ты просто Ну Контролируешь И у тебя автоматически Они как бы делают Тем более когда ты на тренировке Хочется пробовать Чего-то Периодически ошибаться Ты иногда где-то Ну там хочешь как-то Ну по-другому пойти А ты не можешь Потому что ты понимаешь Что тебе нужно пойти Только так Как это нужно По технике Чтобы приземлиться грамотно Чтобы там не падать И не ошибаться То есть другими словами Можно сказать Что у тебя каждая тренировка Как соревнования были Да Ну может быть Не как соревнования Потому что Тренировка все равно Как бы Были ошибки Ну в любом случае Ну это невозможно Их избежать Но я старалась По максимуму То есть Делать минимум ошибок И на каждую Вот на каждую Контрольную тренировку Я выходила Просто как На последней стороне Своей жизни Это потому что Я понимала Что мне нельзя ошибаться Потому что Я понимала то Что есть люди Которые очень сильно Не хотят Чтобы я попала В эту команду И делают для этого Все возможное Поэтому Я понимала Что мне нельзя ошибаться И доказывать Своим результатом Именно на этих Контрольных тренировках Что я достойна Быть в этой команде Чтобы у тренеров Не было вообще Никаких вопросов И поводов Тебя сдвинуть Вот Потому что Мы все знаем Что если спортсмен Допускает ошибки То есть это как бы Ну такой очень значимый повод То есть какое-то падение Вот И в общем У меня были проблемы Со здоровьем Перед Олимпийскими играми Много чего болело Но больше всего Меня беспокоили У меня всегда лишний нерв Но это видимо От спины все-таки Ну какие-то Те травмы Все равно они дают о себе знать При очень больших нагрузках И мне было очень больно бежать У меня Ну болелся дальнейший нерв То есть я не могла ногу Тоже поднять И мне все прям Ну дикие были боли тоже И спасибо врачам Которые меня там Хоть как-то спасали Вот И Да На каждой тренировке Я прям Ну я прям переживала Все понимала И все То есть мне надо проходить Безошибочно Я проходила безошибность То есть именно Обязательно нужно было Многоборья То есть там Никто не рассматривал вариант Там один снаряд Два снаряда Команда четыре человека Все четыре многоборки Я делала многоборья И мне Вера Суца говорила Делать только многоборья То есть ну как бы Не надо ничего ударно Ты должна проходить Многоборья стабильно Все И я проходила Многоборья Четыре прикидки Я прошла безошибочно И Ну как бы Так Тяжело было Потому что на одной из них Мне там вообще заклинило спину Я не могла шевелиться Разогнуться Никто об этом не знал Кроме Веры Осина И доктора Вот И Ты на обезболивающих была, да? Я выпивала обезболивающую Но на Одну таблетку Одну таблетку Я никогда не пила много Таблеток Я не понимала Смысл их Ну как бы Нету смысла пить много обезболивающих Они не обезболиваются Если одна-две таблетки не помогли Дальше нет смысла пить точно Ну это А ты пробовала по этому, знаешь? Да, я пробовала В случае, когда у меня болели надкостницы Да, я выпивала по 8 обезболивающих Ну естественно, которые разрешены То есть они как бы Но Эффекта не было вообще никакого То есть Как будто бы еще хуже только становилось Поэтому Когда я тогда выступила над своей болей Я поняла, что ладно Я больше никогда в жизни не буду пить столько таблеток И все То есть как бы я пила одну-две Но они сильно мне Ну вообще не помогали И болела спина сильная Я прихожу, по-моему, на контрольную тренировку И говорю, Веройсина Она с разминкой пошла Я говорю, что я не могу шевелиться Честно Она так на меня смотрит Она говорит, Лиль Ну как-то надо Как-то А еще надо проходить и безошибочно То есть я не могу там выйти И там не смочь Если я скажу, что у меня болит спина Это все будет Это сразу будет До свидания До свидания Просто двери открыты Пожалуйста, все Выезжай Тут помимо тебя Есть еще желающие Кто хочет поехать на Олимпийские игры Поверь мне Там очередь огромная стоит И поэтому как бы я понимала То, что мне нельзя И опять такая Топиковая ситуация Когда ты такой Блин Что делать-то И Я помню, что мне было больно ходить Но когда я начинала прыгать Я могла терпеть То есть именно Вот как-то вот сидеть было больно Висеть было больно На брусьях Ну комбинацию-то было сложить Но именно прыжки Именно прыжковые Мне как-то было терпимо Интересно Это как обычно Так наоборот Да Ну там То есть прикидка Там после обеда Первую половину дня Я просто лечусь Я просто там лежу Там на иголках На массаже Там какие-то процедуры бесконечные Там противовоспалительные Там какие-то уколы Там я ну на ночь И все в таком Каком-то состоянии Вот И психологически Ты понимаешь Что тебе нужно ошибаться И тут мне эта спина И еще Ты думаешь Господи За что мне это все Такие муки Вот Как-то Девчонки просто готовили строки Я на них смотрю Они там Ну там Мы готовимся на олимпийские игры Там вот Класс Там нужно хорошо подойти В хорошей форме Я думаю Господи Мне же надо попасть Мне же нужно достойно Там выступить Меня тут все болит Что-то какое-то Ну все так Ну тяжело было Не было каких-то Таких хороших Позитивных новостей И в общем-то Эту прикидку Контрольную тренировку Которую со спиной Там у меня была жесть Я прошла без падений Была четвертая И потом была пятая прикидка И я прохожу все снаряды Нет Не все Это был первый снаряд Вольные упражнения Мы что-то начинали Мы уже знали Жеребьевку Снарядов И У нас по-моему Уже тогда состоялась Мне кажется Встреча с Путиным Который нас Ну провожал На олимпийские игры Оставалось Ну оставалось две прикидки Там одна неделя И я в общем Выхожу на эту пятую контрольную И первый снаряд Вольные упражнения Я делаю четыре диагонали И на четвертой Ошибаюсь И касаюсь руками За ковер А это падение Я не знаю Мне не хватило сил Почему-то мне было так тяжело На каком элементе? На задней группировке Ну достаточно сложная У меня диагональ То есть Ну в России никто не делает Такую сложную диагональ Последнюю И Ну ты делаешь Да И мне как-то не хватило сил Я не знаю То ли я уже выдохлась От такой нагрузки Психологическая Физическая Все равно объем работы Перед олимпийскими играми Я в общем допустила Эту ошибку И думаю Капец А у меня еще три снаряда впереди Ну думаю Ладно И я как-то так себя настроила Что нужно бороться до конца Но это что-то мне В последнее время Давалось очень тяжело Все время хотелось Знаешь Вот Как-то руки опустить Потому что прям тяжело было Единственное Я двигала вот эту вот цель Одна Которая Ну прям все Ты понимаешь Ну нельзя Нельзя Как бы не хотелось Сейчас опустить руки Просто нельзя И я прошла вот эту прикидку Дальше Без падений Вот И в итоге у меня осталось Одно падение И потом у нас было построение После этой контрольной И старший тренер Она так встала и говорит Ты вообще знаешь Что ты сделала? Ты такую ошибку допустила Которую вообще Никогда допускать нельзя Ты вообще представляешь Это ты же можешь На олимпийских играх Так же упасть Так же там Команду ну как бы подвести Хотя я не скажу Что остальные девочки Как бы не ошибались Просто ко мне было Ну немножечко такое От главного тренера Да Ну такой как бы был Знаешь Поле жестких контролей И она всегда за мной следила И прям ну так И меня всегда ну как бы Это так цепляло Вот И мне тогда прилетело прилично И перед всем строем И как бы отдельно Мне сказали Что если ты на следующей Контрольной тренировке Который там послезавтра состоится Если ты допускаешь ошибку Твой рейс будет не в Москва Токио А Москва Санкт-Петербург Коротко и ясно Да Девочка которая со мной жила Настя Ленкова Она была не в команде Она отдельно отобралась На тот момент уже все Как-то собирали вещи Уже выдали экипировку И всех был собранный Как бы уже чемодан В принципе А тебе тоже выдали Да Мне тоже выдали экипировку Как бы все Я была в этом числе Как бы кому выдали Там Это не обсуждается Но тут был вопрос И на попадании в команду И мне говорят Что То есть это остается Два дня до отъезда Что Вот если я ошибаюсь То я отправляюсь домой Вот Потому что Ехать лично выступать То есть если я даже Не попадаю в команду Допустим В эту четверку Я не могу выступать лично То есть Ну такой регламент соревнований Они подали там заранее Что я в команде И из команды Человека уже нельзя Вытащить А тот кто лично А личника можно засунуть в команду То есть из команды нельзя А если ты вне команда То тебя можно поставить в команду И все И вот это вот для меня Было прям Ну жесть Потому что это уже был Конец подготовки Создалось два дня до отъезда Я просто там в истерике Я уже к тренеру говорю Я не пойму У меня чемодан вообще Ну Я не понимаю Все уже собрали чемодан А я не понимаю Куда я поеду Ну домой Или это Потому что Не то чтобы я не уверена В своих силах Но Гимнастика такой Спорт Когда ты можешь ошибиться Там где ты не ждешь Ну действительно Как бы еще такое Когда Ты понимаешь Что тебе нельзя ошибаться Это психологически Очень тяжело И ты понимаешь Что многие люди Не очень горят Чтобы ты была в этой команде То есть какие-то люди За какой-то круг А какой-то против И это все как-то 50 на 50 И Я понимаю Что все зависит от меня И я в общем Эти две ночи Перед этой контрольной Заключительной Я просто не спала Я реально не спала Мне снились Какие-то дикие сны То что я Прыгаю И не могу приземлиться На ноги Я почему-то падаю Все время Вот И я в общем Это контрольная тренировка Я выхожу Мне уже честно говоря Было плевать На все мои боли Я просто Вот тогда я вышла Уже все Как на соревновании Ну то есть Ну я прям Ну Не то что на соревновании Но я понимала То что вот Именно сегодняшний день Это заключительная Контрольная тренировка Она решит все Она реально решит Да Ну вот у меня тоже Такая же ситуация Она решит Судьбу Моей 19-летней подготовки И я понимаю То что это так Это так работает Это не то что Там ну как бы Надо мной просто Там прикалываются Издеваются Или там еще что-то Нет Это действительно так То есть есть девочка Которая тоже готовится Как бы И она точно так же Проходит Всю эту нагрузку Она точно так же Психологически Это все переживает Ей тоже тяжело И я понимаю Что мы просто Ну как бы На равных Да Мы просто идем А это кто была? Это Ленка Герасимов была Она помладше меня Но как бы Тоже у нее хорошая программа Я не могу сказать Что он хуже Но Предшествующий все Как бы Кубок России Который Как бы являлся Отборочным Ну Если по спортивному принципу И все остальные Контрольные тренировки Я выиграла То есть даже с падением Я все равно ее выигрывала На гоборе Вот Поэтому Но у меня все равно Стоял большой вопрос По поводу попадания в команду И я вышла на эту контрольную тренировку Вообще не спавшую Вообще два дня Я ну в каком-то Кумантозе Я вообще Мне казалось Что я еще ничего не смогу сделать Состояние было Первый снаряд был прыжок Прыжок полегче Первым снарядом Я как-то в нем Была более уверена Я так сделала Ну Не прям шикарно Но как бы Ну хорошо Как бы прыгнула Все Потом брусья Думаю так Брусья Ладно Брусья как бы Ну Всегда как бы был Не суперским моим снарядом И я понимаю То что ну как бы Нужно делать хорошо Я думаю так Ладно Если что там Что-то не пойдет Я там уже продумаю Так как если что Мне там комбинацию продолжить Чтобы там не было больше избавок Чтобы все как бы Соскок на ноги Все это В общем хожу в брусьях У меня уже мандраж такой Ну как бы Прыжок На тот момент Уже не было заскоков С брусьями Да с соскоком Нет я уже выучила другой И мне уже было Вообще не до заскоков Хотя ну у меня были Трудности с заскоками Это можно потом О них отдельно как бы поговорить Это больше казалось Прыжковых снарядов Вот Брусья я сделаю Все хорошо Все нормально Прихожу на бревно Остается бревно И вольное упражнение Я вот стою Перед этим бревном А бревно То есть как бы Их два Это не то что два Он просто десяти С этим превращается Почему-то в пять Когда ты выходишь На волнение Потому что у тебя внутри У тебя мандраж Я просто стою И я понимаю Что все Сейчас меня вызывает Сиди старший тренер Вот так вот на стуле С таким взглядом На меня Весь зал в замирании Смотрит на меня Потому что Ахаимова Все решается Да это Ахаимова Я в общем поднимаю руку И думаю ну все Сейчас все Сейчас моя судьба решается 19 лет я тренировалась Вот сейчас вот все решится На этом бревне А бревно Ну то есть Такой снаряд На котором Ты не можешь предсказать То есть если как-то Все остальные снаряды Можно наработать На сто процентов То Ну там на девяносто девять Допустим То бревно Ты ну психологически Если ты там На тебе что-то качнет Ты все Ты все Ты падаешь Ты не можешь Ну никак выкрустить То есть если ты на брусьях Там можешь развернуться В другую сторону Там сделать там оборот лишний Там триста шестьдесят Куда-то там перелететь Там не знаю Вольный там все равно Приземление Ну масштаб Ты можешь там шаг сделать А на бревне Ты не можешь этого сделать Ты вот у тебя десять сантиметров И ты И все Ты как бы ну Чуть отклон там От Ну от точности И все Ты уже на полу И вот тогда Меня прям Прижало Прям сильно Ну именно Психологически Меня вот так начинает колбасить И я не понимаю То ли мне Немножко как бы Сделать что мне Пофиг Ну состояние для себя Чтобы полегче было выходить Знаешь Когда бывает Когда выходишь Как бы мысли отключаешь И типа ну ладно Ну там Идешь как бы все Просто на пролом И я думаю Блин Не дай бог я ошибусь Я потом буду всю жизнь жалеть Что я блин Девятнадцать лет тренировался А потом пошла на пофиг И допустила ошибку Думаю так нельзя А сильно волноваться И контролировать Ты тоже не можешь Потому что тебя просто Начинает колбасить И на бревной иногда Ну легче выходить С холодными мыслями И я стою И не понимаю Как мне лучше В каком состоянии Да в каком состоянии Какую лилю включить Да То есть что принять Какое решение принять И я честно говоря Не то чтобы положилась На судьбу Но я как-то так выдохнула Думаю все Ну я делаю это еще раз У меня на тренировках уже Я реально Я пять прикидок На бревне не ошибалась Почему я должна Шестую ошибиться Ну знаешь Бревной это прям Такое Я в общем Заскакиваю на это бревно Понимаю что меня колбасит Там пытаюсь как-то Ну отдохнуть Все то есть как бы После наскока Я отключаю свои мысли И ну как бы Справляюсь с комбинацией И ну просто на ногах Ну как бы Приземляюсь соскок Я еще соскок лечу Думаю все Лили просто встань Я стою в доскок И я понимаю Фух Господи Слава богу Я смогла с этим справиться То есть ну вот Все Меня так отпускают Я понимаю Что остались вольные упражнения Ну где все равно Полегче устоять Чем на бревне В любом случае Вот И уже на вольные упражнения Я с таким больше Знаешь выходила Ну с позитивным настроением Потому что я поняла То что если ошибусь на бревне То я на вольные Уже не смогу с этим позитивом выйти Ну потому что это уже Ну вроде бы как бы все И с концами там И я в общем Ухожу эти вольные Я их делаю Я допустила ошибку Небольшую То есть там ну Заступ за ковер Но На какой связке? На третьей Связки Двадцать и ста Крупировки у меня было И я так Что-то так я вложилась Я побоялась Сесть на попу Ну и я короче в общем Переходила Вперед да Чуть-чуть пробежала Вот Ну и в общем все Я там выдохнула Думаю господи Слава богу Просто я прошла Эту контрольную тренировку Я понимаю то что Мой результат в любом случае По многоборью Я там Там девчонки там Иногда там не всю программу делали Я там была и вторая Третья Но как бы Заключительно контрольную тренировку Я как бы была четвертая По результатам Вот И Почему-то старший тренер Особо не спрашивал результат Я не знаю Ну может быть просто при нас Не спрашивала Может быть она спрашивала Где-то в другом месте Я как бы не знаю И у нас в общем построение Я думаю Ну мне сейчас скажут Как бы еду я или не еду Я понимаю что в принципе Я пошла на капшок Да были ошибки Но в целом Как бы я не допустила Ту самую грубую ошибку падения И ты с собой довольна была Да Я как бы Ну были недочеты Но в связи с такой ситуацией Потому что я не спала два дня Там И вот эта вся ситуация психологическая Потом Я думаю Ну сейчас мне скажут И в общем построение Серьез Ну как бы все молодцы Ну как бы расходимся Я подхожу к тренеру Я говорю Да Я говорю Нет Ну чемодан Домой собирать Или в Токио Я не понимаю У меня уже Какой-то истерический Я сама не вижу То есть как бы Ну никто ничего не говорит И ну непонятно Ты вроде бы и сделал Все Ты вроде бы По спортивному принципу Ты все прошел Ты 6 контрольных тренировок Кубок России Но ты в любом Сучка в этой черте По спортивному принципу Но просто были ситуации Сборной Когда девочка В последний день Просто не ехала Ну по каким-то По каким-то другим причинам Вот И поэтому как бы Мы понимали Что этот вариант Может быть То есть и Веройсна тоже Мы с ней потом разговаривали После этой контрольной Очень долго И она говорит Ты знаешь Я тоже вот Два дня там не спала Психологически Но потому что Ну это прям Жесть Ну вот ей тяжело Она говорит Ну типа Я не знаю Как ты типа выходила В таком мандраже Но это очень здорово Что ты смогла справиться И что мы как-то Ну вдвоем так То есть она От всего отключилась То есть она Сделала такой ход То есть она Ни с кем не разговаривала Она ни с кем Ничего не обсуждала Ей писали очень много сообщений Звонили Ну что Лиля в команде Лиля в команде А сегодня Лиля в команде Ну что там Как контрольная А Эверсина говорит Я ничего не знаю Все отстаньте Мы работаем Все Она прям отключилась От всего Она никому ничего Не говорила И не обещала И она вот просто Была вся в работе И я точно так же То есть я до последнего момента Как бы держала себя тоже Ну и Не могла там сказать Уверена Что да я в команде Или там что я не в команде Я вот всегда знала Что мне нужен результат И как-то вот все И в итоге Что-то мы разговаривали С ней очень-очень долго И пришли к выводу Такому Что раз не сказали Что я еду домой Значит я еду на Олимпийские игры Но опять же Этот же вопрос И сто процентов Не было такого решения Что Ахайму в команде Не было такого Не говорили об этом Может быть кто-то Как-то понимал Кто-то Ну как бы Я этого не понимала Лишь не знаю Может быть я глупая Но как бы До меня это не дошло И я понимала Что ну Такого нету Сто процентов